здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы снова и снова и снова будем обсуждать самую как бы горячую тему в информационном пространстве всей планеты тема связанная с этим так называемым коронавирусом то есть на эту минуту уже можно смело заметить что внутри российской федерации все либеральные ресурсы как провластные которые ассоциируются с путиным и его правящей командой и соответственно сми федеральный первый канал в гтрк и прочее рассказывают что вирус есть что он страшен и так далее и тому подобное не системные либералы тоже рассказывают что вирус страшен ужасен и так далее но все больше и больше появляется информации которая опровергает эту официальную точку зрения сегодня мы обсудим это с болгарией с пламенным пасковом он расскажет свою точку зрения что происходит пламен здравствуйте приветствую товарищ артем вы слышали что я сказал да чтоб с вашей точки зрения происходит что такое коронавирус опасен ли он с какой целью нагнетается истерия ну и так далее для начала я сразу определюсь вернее представлю с какой точки зрения я это буду обсуждать во первых я ветеринарный врач по образованию у меня 30 лет клинической практики первые 10 лет из которых были в болгарии и в силу своей профессиональной деятельности я два раза руководил в качестве антикризисного директора самую большую ветеринарную диагностическую клиническую лабораторию в москве обслуживали 168 ветеринарных клиник и это лаборатория была по сути канадско-американская то есть там были специалисты из вузов атлантик ветеринарный колледж называется на в провинции принц эдуард айланд это остров один из четырех ветеринарных вузов канады соответственно эти профессора ставили самые высокие стандарты и качества самые передовые технологии и я имею общее представление как и что происходит я сдавал свои экзамены по микробиологии в третьем курсе своего образовательного курса там есть раздел вирусология потом я сдавал свой курс в четвертом курсе где включалась и иммунологии и эзотические и заразные инфекционные и все остальные болезни то есть я разговаривал об этом не с точки зрения человеческого врача но если кто-то найдет какие-то существенные разницы между этими вирусами я сразу хочу помочь этому человеку который начнет копаться в википедии что он найдет что корона вирусов это давным давно изучены семья группа вирусов где 32 37 видов разных корона вирусов из которых несколько первые три или четыре для людей несколько для сельхоз и для домашних животных остальные для диких животных более того именно в силу своего ветеринарного профильного образования и ветеринарного опыта я могу вам сказать что 90-е годы в болгарии я применял несколько тысяч вакцин против коронавирусных инфекций для собак более того несколько десятки лет уже как этот вирус не только хорошо известен но есть вакцины а для крупного рогатого скота я потом могу поделиться изображениями чтобы люди увидели как это выглядит чтобы это не звучало каким-то ну просто заявлением есть вакцины как я только что что сказал против коронавирусных инфекций для собак и есть даже правда это более новые вакцины которые пока не нашли широкое применение которые пока не сильно хорошо зарекомендовали себя с точки зрения на натяжение и долговечности и надежности иммунитета но все равно они уже продаются для коронавирусных инфекций у кошек у кошек это кошачий инфекционный перитонит у собаки это коронавирус то бишь коронавирусная инфекция для собак и у крупного рогатого скота это с двумя проявлениями респираторными и желудочно-кишечными самое интересное что нормальный обычный дикий хорошо изученный хорошо разработанный хорошо обработанный с точки зрения вот у нас есть уже вакцины десятилетиями как уже причем не только для животных но людей я чуть попозже скажу потому что сейчас эту тему тоже вообще-то жутко спекулировать прямо скажем обманывают этот вирус не просто хорошо знаком он не просто хорошо изучен он давным-давно применяется биоинженериковых лабораториях причем не только в лечебных и профилактических целях но и с точки зрения изучения и использования в качестве назовем это подложкой либо шасси как для автомобиля это шоссе на одном и том же шоссе мы можем сделать там не не знаю универсал можем сделать седан и всякое такое разные машины с разным применением с разными скажем так начинками с разным чунинговым исполнением с разным даже предназначением ну шоссе одно и то же то есть если коронавирус попадает биоинженеринговый лабораторий он не просто попадает он уже давно там находится то на нем с ним могут делать разные генетические комбинации ему могут вшивать очень грубянский выражаясь генные материалы вируса вича могут скажем так чумы и чума это уже не вирусы это бактерии ерсиния пестиц но неважно какие генетические материалы каких страшных болезней сшить это какой-то сатанинской вышиванкой можно но если у нас есть средства борьбы для шоссе какое бы не было бы на наполнение на это шоссе еще раз очень грубянский симметически выражаясь если мы имеем решение против шоссе вот этот сатанинский автомобиль либо там средства передвижения далеко не уедет то есть можем ли мы перебороться с коронавирусом сегодняшняя наука спокойно об этом говорит да может более того примерно две недели назад в европе а еще вернее в германии а еще точнее фрамштайн который находится в кайзерславте то есть там самая большая американская не натовская именно американская военная база германии приехал 30-тысячный американский контингент в кайзерславте большое количество населения обслуживает именно эту базу и там местные немцы и все которые там находятся обслуживают эту базу вплоть до медицинского обслуживания там есть кстати и болгары люди болгарского происхождения которые этим занимаются на фамилии и на все остальное тыкать не буду потому что сами понимаете военная база люди могут пострадать но факт в том что когда эти ребята приехали в их медицинских картонах была отражена вакцинации против коронавирусной инфекции ребята уже пришли вакцинированы и они не вынуждены и не соблюдают никакую социальную дистанцию они не надевают на себя намордники они не делают все то что у нас заставляют делать господи ну да давайте все-таки по порядку с этим коронавирусом есть достаточно интересная чистая медицинская штука во-первых дикий коронавирус именно тот который хорошо изучен именно тот которого я изучал именно тот против которого я делал тысячи еще раз говорю в первые десять лет своей практике вакцины для заболевания у собак есть специфика специфика в том что он поражает преимущественно желудочно-кишечную систему не респираторную не дыхательную не гриппоподобные как сейчас нам говорят люди загибаются с невмонией вообще-то смотрите кадры страшные ужасные именно желудочно-кишечную более того дикий естественно и нормальный хорошо изучены и хорошо описаны коронавирус он не является скажем так вызывателем причиничем какого-то заболевания он в лучшем случае является соучастником дополнительным при условии наличия основного уже серьезного уже тяжелого заболеваний даже в своем диком сценарии например для пару вирусного гастроэнтерита геморрагического гастроэнтерита у щенят причем такого самого молоднякового возраста должен быть коронавирус может проявиться и может заниматься своей скажем так в алистотворной деятельностью только при условии что пару вирус уже уничтожил поверхностные чревные воросинки которые там находятся и петели и только тогда он может пробиться и начинать там размножаться и только усугублять и утяжнять проявление вот это там понос профузные диареи так далее но он сам вызвать вот это заболевание в тяжелой форме честно говоря сказать что не может это немножко неправда но никоим образом он не представляет из себя какую-то серьезную проблему именно поэтому в вакцинах которые применяются или крупного рогатого скота они применяются не в моно варианте только против коронавируса а всегда в пакете в букете потому что там молодняка телят крупного рогатого скота нужно предостричь от основного заболевания обычно это ротовирусные респираторные инфекции и только вдобавок они делают в этом бульоне грубо еще грубиянский назовем вакцину и для коронавирусных инфекций которые являются вторичными третичными четвертичными по значению по участию они являются продолжением а не основным тараном основным ледоколом во всех этих были были сотворных процесс то есть это надо сразу поднимать чисто человеческой с общей культурной точки зрения чтобы начинать понимать как нас дурят как нас обманывать и почему вот эти сверх меры которые сейчас накачивают вот этой сопровождение медийной истерии не имеют абсолютно ничего общего с настоящим медицинским значением медицинской значимости медицинской опасностью который этот вирус сам по себе представляет но люди говорят слушай ты ничего не понимаешь это дикий вирус хорошо ты ветеринарный врач ты туда не лезь но ты понимаешь здесь его помещались этой бактерии синтий который компания deep water horizon разработала и применяла british petroleum для уничтожения нефтяного разлива в мексиканском заливе что правда и это бактерия начала пожирать все органическое именно поэтому потому что они сделали такой гибрид такая такая химера этот вирус представляет такой жуткой опасностью а причем они добавили там много чего и он атакует людей с ослабленными иммунитетом давайте до того как я вам объясню как делаются еще раз делаем ссылочку на то что я рук руководил самой большой лаборатории под руководством самыми передовыми профессорами северо-американского континента делал это годами и обслуживали достаточно большое количество клиник и с методиками со значимостью с диагностической значимостью и диагностической достоверностью разных лабораторных методики они плохо знакомы скажем это так делика каждый вирус неважно это дикий вирус это лабораторный вирус это вирусы гимера это вируса химера это это вирусы гибрид какой-то страшный ужасный которого накомпоновали на этом шоссе сделали бтр у этого вируса после того как он покинет лабораторию есть всего сценарий развития в жизни сценарий номер один самый частный самый естественный если он выходит в дикий мир вне лаборатории это назовем диким миром хотя это цивилизованный мир людей там скопления мегаполисов и так далее он попытается заразить то есть начинать свою жизнедеятельностью путем репликации размножением он поражая цепляя за этими организмами которым он адресованы либо которым он приспособлен если он адресован скажем так каким-то там этническим расовым другими там особенности либо просто человеческому виду как таком он начинает цепляться к людям но у этой популяции людей везде в мире от 50 70 процента людей имеют нормальный назовем это так клиническое здоровье то есть они клинически здоровые люди клинические здоровые люди то есть они могут иметь какие-то там сопутствующие мелкие регулярные сезонные ничего страшного небольшой насморк на пару-тройку дней естественно реакции организма который мы встречаемся в этом живом мире не только с коронавирусом с тысячами с другими там агентами реагентами всяким остальным наша иммунная система так сделано и если этот вирус попадает в системе где группа этих организмов то бишь людей имеют от 50 70 и выше процентов клиническое здоровье то бишь работающие иммунные системы с ним происходит регулярно исторически доказано лабораторно подтверждено научно обоснованно проверяемо всеми законами медицинской наук и следующий он как армия которые нападают на крепость у которой есть защитники вот эта армия она может взять эту крепость в скобках заразить этого человека она может победить эту крепость в скобках этот человек заболеет но эта армия вторжение она потеряет часть своих бойцов потому что вот эти защитники они то оборонялись и соответственно эта армия вторжения потом на следующую крепость на следующего человека будет ослаблены и по количеству и по качеству соответственно на медицинском языке Это называется пассирование вируса, то есть когда вирус переходит из одного организма на другом, но если он попадает на человека с нормальной иммунной системой, каждый следующий человек, зараженный этим первым человеком, будет болеть легче, проще и быстрее переболеет, чем этот первый человек. Соответственно, как этот процесс произойдет, происходит тоже научный термин атенуирование вируса, то есть степенное ослабление его болезненной значимости и так далее. Нет такого ни лабораторного, ни дикого вируса, который может шастать, убивать людей по нарастающей, либо на какое-то слишком продолжительное время. Чума-чумой, даже которая была в средние века, она проходила волнами. Первая волна 60-70% смертности, вторая 30-40%, а то и меньше 30%, причем только в городах. А третья волна 8-12% и потом все пошло на убыль. То есть это естественно, потому что все выжившие, соответственно, потом встречали это вторжение уже с усиленным своим иммунным ответами. Все это перемалывается этим групповым иммунитетом. Какие-то люди заражаются, какие-то люди заболевают, какие-то люди умирают. Это всегда происходило. Но количество массов, коллектив, общность, народ остается. Причем остается уже с этой защитой. Причем совершенно спонтанной. Без этих дурацких, идиотских, самовредительских, самоуничтожительных административных мер, которые применяются не только в России. Не только в России, потом об этом тоже. То есть если вирус попадает во внешний мир, он встречается именно с этой проверенной исторической закономерностью. Это на то и закон, что его можно растянуть, его можно изменить по скорости, по интенсивности, но нельзя отменить. Нельзя. Невозможно. Никакой лаборатории не под силу поменять закон гравитации, все остальные вещи. То есть антигравитационное поле мы можем создать только в лабораторных условиях. Тот же самый предмет, выкинутый вне лаборатории, он, конечно, падает и подчиняется этой гравитации. То же самое происходит с вирусом. Когда испанцы и англичане завоевывали североамериканского континента, там лошадей не было. Вообще никак. Ноль. Они привезли с собой тяжеловозы, упряжные, скакуны, боевые. Разные, очень разные породы лошадей. Но эти лошадки, когда стали вообще-то в силу определенных объективных, субъективных обстоятельств одичать, сбежали, убили, освободились, они быстро превратились в табунах мустангов, которые приобрели образ, который максимально приспособлен именно к этим условиям, и у которых вообще ничего не осталось, этих изначальных внешних видов рабочих качеств, культурных особенностей и всего остального. То есть идет сразу так называемый генный распад. Генный распад, который приспосабливает этот организм, либо возвращает его к своему дикому началу. Если мы выпустим какой-то огромной, толстой, жирной, домашней, высокопродуктивной породой свиньи в лесу, у нее два варианта. Либо погибнуть, либо быстренько похудеть и стать похожей на дикого кабана, чтобы выжить. Она тоже потеряет все эти качества, которые мы создавали путем селекции, кормлениями и всеми остальными генетическими и другими там вторжениями для того, чтобы получить чего-то, что нам было нужно. Абсолютно то же самое происходит и с вирусами. Все эти дополнительные генетические материалы, которые цепляются определенными рецептами и лабораторными методиками для того, чтобы повысить вот эту блестотворность, они имеют хрупкие, липкие и недостаточно крепкие, и недостаточно прочные по продолжительности, по времени связи, которые в внешнем мире достаточно быстро теряются. Именно поэтому медийная истерия старается наверстать и в кратчайшие периоды времени заменить вот это медицинское понимание и познание, и вот это развитие, естественное развитие вируса через пару-тройку недель, солнышко уже появится везде, еще через месяц будет уже вообще-то лето нормальное, почти естественно, солнечные лучи убивают его за несколько десятков минут, не жара, а именно солнечные лучи, ультрафиолетовое излучение, и тогда даже если искать, будет невозможно найти вируса, кроме как в лаборатории. То есть он для людей вообще ничего не будет представлять. Теперь сразу возникают люди и говорят, слушай, а ты разве не видел, что происходит в Италии, в Испании, как люди гернут, как врачи загибаются, как страшно ужас гробы показывают, как военные не успевают вообще это гробы отвозить, как крематориумы там напичканных, как в Освенциме. Так, на минуточку, во-первых, вы говорите то, что вам показывают телеки, а телеки обманывают жутко и в Испании, и в Италии, потому что они внешнеуправляемые. Никто из этих старичков не будет заказывать себе такие шикарные, люксозные, дорогущие гробы, которые нам показывали в кадрах. Это могут сделать единицы, они в таком массовом сценарии, как нам пытаются это преподнести. Я дополню еще, мне постоянно об этом говорят и присылают фотографии грузовиков, утверждая, что в них находятся трупы. Я говорю, вы видели, что в этих грузовиках, ё-моё. Более того, люди уже порылись и обнаружили, что здесь еще раз имеем дело с дипфейком, то есть даже не с дипфейком, а с пустой подменой. Есть кадры, которые были совершенно другой точки мира, в американских других больницах несколько лет назад, которые сейчас нам преподносят, как вот эта суетня там докторская, что страшное, ужасное происходит, как люди не справляются. Так вот, почему люди умеряют в Северной Италии, вернее, не в Северной Италии, а буквально в двух-трех очагах, причем буквально в двух-трех больничках, не в городах, а в больничках конкретных. И в Испании примерно точно такая же ситуация. Абсолютно точечным образом, а не по всей Испании. Как нам говорят, смотри, что происходит в Испании, в Италии, как будто это с Сицилии до Северной Италии, и вся Испания горит синим пламенем. Ничего подобного, ребята, даже одна область не горит. Горят определенные точечки, которые дают основание административному региону, там Ломбардия, например, сказать, у нас проблема, и красный флаг. Что происходит с вирусом? Сценарий номер два, причем тоже исторически, научно доказанный, изученный и понятный, и ничем, никем не отменяемый. Если этот вирус встречается не с заведомо нормальной иммунной системой, не с заведомо работающей иммунной системой, а с заведомо ослабленной, предварительно ослабленной, очень сильно ослабленной, то тогда он не просто может заразить человека, он не просто начинает размножаться, это называется веремия, репликация вируса, то есть большое количество наличия вирусов в крови человека, но он усиливается по своей баллистотворности, он может убить человека, И в отличие от первого сценария, заражая следующего человека, он будет с усиленной болестотворностью, вирулентностью, морбидностью, летальностью. То есть это как снежняком, который получил силу от своей жертвы, который высосал соки своей жертвы, но только при этом за годом условия. Если он не встречался с иммунными клетками, защитами вообще реакции этого организма, он бесконтрольно размножается. При этом размножение бесконтрольно усиливается, вот эта способность размножения, что является на самом деле той болезнью, которую мы наблюдаем. И получается высокое количество и концентрация этого вируса, который является их главным болестотворным фактором. Соответственно, если этот вирус попадет в домы для престарелых людей, где у всех общий иммунный фон, естественно, ниже. Если он попадет в онкологическую больницу, если он попадет в диабетическую больницу. Если он попадет в больницу, где люди с аутоиммунными заболеваниями принимают кортикостероиды, которые подавливают иммунную систему для лечения заболеваний, то там будет ад, естественно. А если этот вирус попадет в больнички, где плохая организация, где нехватка пространства, где нехватка подготовки персонала и где не соблюдаются правила. Люди, которые пришли с астмой, кладут рядом с коронавирусом. Люди, которые пришли с сердечной недостаточностью по всему возрасту, кладут рядом физически, в коридорах их кладут и говорят, видите, люди не справляются. А как они будут справляться, когда эта больничная инфекция идет по нарастающей, причем по геометрической, а не по арифметической нарастающей. И тогда могут заболеть не только те пожилые люди, тогда, естественно, могут и заболеть, и умереть. И эти молодые врачи 30-40-50 лет, потому что они тоже работают на изнеможение, на истощение, на износ. И их иммунная система из-за стресса, перенагрузки тоже срывается. А они получают не тот обычный дикий вирус, либо лабораторный, который гуляет в остальных частях мира. Они получают концентрацию совершенно другая, именно потому что на научном языке это называется внутрибольничные инфекции. Это может быть вирус, это может быть стафилококк, это может быть стрептококк, это может быть любой из тех организмов, которые называются условно-патогенами. У каждого человека есть миллиарды вирусов и бактерий, которые живут на наше тело, на нашей коже, на нашей слизистой. Стрептококк и стафилококк, это вообще абсолютно обязательно давно изучено. Но, естественно, при срыве иммунитета начинаются и стафилококк и стриптококковые инфекции. Это не означает, что стафилококк и стриптококк сам по себе виноват. Это означает, что у нас стрефиммунная система. И, соответственно, если понимать эти простые, чисто биологические причинно-следственные связи, которые достаточно понятны и доступны даже для человека, который не прогуливал уроки биологии 10 класса, по крайней мере, социалистические сейчас, я знаю, что это по-другому, ну, я делаю ссылку на социалистические, на нормальное образование, скажем так, то вот эти процессы, которые дурят сейчас с экранов телеков, зомби-визоров, они сразу становятся понятны, что есть дикое ужасное расхождение, дикое несоответствие, дикое системное, если хотите, заговор. Пусть будет масло с медом на сердце любителей теории конспирации, но здесь действительно есть заговор. Почему есть заговор? Потому что Всемирная Организация Здравоохранения давным-давно, а не сейчас, нарисовала семь, скажем так, мер рекомендаций при случае с эпидемиями, даже не с пандемией, с эпидемией. Из этих семь, всего два из этих пунктов имеют административно-ограничительный характер, они рекомендуются для ограниченных объектов, субъектов и регионов, где есть очаг, а не для всего государства, и все остальные пять мер почему-то вообще не исполняются. Я вам еще более такой интересный момент именно с медицинской точки зрения скажу. Вы найдите врача, покажите им этот участок нашей записи и спросите, ошибаюсь ли я, правда ли это или как. С точки зрения чистой диагностики, чистой статистики, которые нам преподносят каждый день, зараженная еще столько-то, умершая еще столько-то, вам плакать, вам пугаться, вам паниковать, вам скукушиваться, вам умирать каждого дня со страха. Здесь нас дурят, причем совершенно ответственно, конкретно, я это говорю, не только в Болгарии, не только в России, по большую часть мира, за исключением суверенных стран, а их очень немного. Белоруссия и Швеция, как показала практика. Ну, Швеция, Дания, Швейцария, если хотите, там тоже с умом это делают, Белоруссия, в конце концов, Северная Корея, Китай, Иран, Куба. Почему это как-то выпадает из полизрения людей? Почему Коста-Рика, которое маленькое государство, но с идеальной системой здравоохранения, которая вообще в России не изучена, которая очень даже социальная, очень хорошо системно работающая, поставленная на рельсы Советского Союза 70-х годов. Почему там это работает? Здесь, понимаете, в 21 веке мы вообще-то QR-коды придумываем, для того, чтобы в туалет сходить. Очень большое значение имеет, по какой методике мы исследуем, диагностируем, и что мы ищем. Если это так называемая PCR-технология, PCR-методика, это означает, что мы ищем генного фрагмента, то есть наличие генного фрагмента конкретного вируса, и мы говорим, здесь действительно есть вот такой вирус, его фрагмент. Может быть, целая цепочка, его фрагмент. Это означает, что у этого человека действительно есть вирус. Но это еще не зараженный, это еще не приговоренный, это еще не, скажем так, человек, которому нужно заказывать гробы. Это вообще генный фрагмент. Есть и вторая методика. Так называемое быстрое тестое на основе иммунного ответа. Вы переболели этим вирусом в сентябре, в октябре, в ноябре, когда-то, об этом давно забыли, даже тогда это не заметили. Но ваша иммунная система сохраняет иммунный ответ, и, грубо говоря, она держит желто-красный флаг на случай встречи с этим вирусом. Соответственно, исследуются именно эти клетки, которые отвечают, и которые это ищут, их находят и говорят, а вот это положительная проба. Но они не говорят положительная проба по методике быстрых иммунных тестов, или положительная проба на основе методики PCR, что совершенно разные вещи, и они обрисуют и говорят о совершенно разных вещах. Во втором случае мы можем иметь совершенно клинически здорового, безопасного для себя и для окружающих людей, которые просто указывают на то, что они уже встречались, перебороли этот вирус, и всё, дело с концом. Нас не трожьте, мы никому не угрожаем. В первом случае, в PCR-технологии, мы можем обнаружить фрагмент, это означает живой наличный вирус, значит, может быть, этот человек теоретически, потенциально, представляет какую-то опасность, пока у него всё это не раскрутится, и не увидим, он переболеет, он заболеет, он умрёт, или он восстановится и даже об этом не заметит. Когда нам говорят заражённые, это они говорят о положительных пробах, а в этом есть весь обман, потому что есть очень разные вещи, понятные каждому нормальному медику. Даже не говорю специализированному на эпидемиологу, вирусологу, микробиологу, инфекционисту и так далее. Любому медику. Первое. Есть положительная проба. Она может говорить и о том, и о сёме, и ни о чём. Это просто положительная проба, которую надо изучать и понимать, скажем так, в свете всех остальных обстоятельств, и наличия клинической картины. Второе. Есть человек, который заражённый, но без клинических признаков. То есть, действительно, у него есть вирус, но у него нет никаких клинических проявлений, и он вполне вероятно может переболеть этим вирусом, даже не заметив об этом, потому что это у него пройдёт какой-то лихорадкой на пару-тройку часиков путём температуры организма справляется, всё забыл, на следующий день он клинически здоров. Без никаких медикаментов, без никаких больничек. Третье. Это заражённый, то есть положительная проба, у человека, у которого есть клинические признаки. Лихорадка, насморк, пневмония, одышка, кашель и т.д. и т.п. То, что описано. Это уже действительно и заражённый, и больной. Может быть, ему нужно попасть в больничку, если у него есть проблема с этим справиться, а может быть, домашнее лечение вполне достаточно для него. Это уже зависит от обстоятельств, которые мы обсудили, то есть иммунный ответ. И четвёртое. Это действительно клинический больной, которому действительно нужна больничка, то есть ему нужна хоспитализация, чтобы там его уже обдышивали, там всякое такое, изолировали и помогали пережить вот этот период, если он его переживёт. И, соответственно, в маленьком частном, конкретном сценарии, проценте случаев, часть из этих больных не переживает. Они всегда не переживали. То есть люди по-любому смертные, никогда не были бессмертными, либо мы об этом давно забыли. Соответственно, вот эту смертность нам преподносят таким понимательным образом, что человек начинает чесать лепу, открывать книжки и говорить, слушай, они говорят о пандемии. А пандемия – это эпидемия, умноженная в разы. А что такое эпидемия? Эпидемия – это 5 и больше процентов населения должно быть достоверно доказано заражённой. Их нет. Их даже наполовину нет. Их даже близко нет. В Москве в 400 раз меньше количество, даже официальные данные, в 400 раз меньше, чем 5 процентов. В переворе они врут. Причём врут системным образом, самыми центральными федеральными каналами, самыми центральными высокопоставленными лицами, начиная с верховного главнокомандующего и всем остальным там его административным аппаратом. Врут. Не только в России. Везде. Это не наезд на России. Это просто констатация факта. Врут. Теперь начинается самое вкусное. Если они врут, если нормальные медики говорят, ничего подобного страшного, ужасного нет, ничего необычного нет, даже если это лабораторный вирус, даже если это вирус, который скрещивался там, добавлялся этой бактерии синтии, который, да, действительно, это разрабатывалось для пожирания органических веществ, через рыбь и всего остального мирового там океана может попасть и, наверное, попало к людям, но её ждёт та же самая судьба, то по любому решению и сценарий те же самые. Два. Других, третьих нет. Ни в науке, ни в природе, ни в закономерностях. Вообще их нет. И придумывать их может только человек-недоучка, либо человек, который заведомо пытается обмануть большого количества людей. А раз обмануть, значит, он хочет их нагнуть. И он хочет что-то получить. И кто это такой? Это не есть руководство России. Потому что, смотрите, те защитники теории так называемой самоизоляции, господи, это вообще-то слово, даже для меня, для моего болгарского уха, какое-то дикое издевательство с русским языком. Самоизоляция? Я сам изолировался. Я правда сам принял это решение? Или мне истели, как говорят, ты покажись на улице, тебя штраф ждёт? Это самоизоляция? Или это административный домашний арест под угрозой финансового штрафа, причём совершенно незаконно в нарушении Конституции? Назовите вещи длинными, ну, естественными, правильными названиями. Какая-то самоизоляция? Самоизоляция, если я хочу самоизолироваться. Меня кто-то спрашивал? Нет. Я не хочу. Я хочу гулять. Весна. Семья. Я хочу передвигаться. Гарантированной хартии свободы людей, прав людей с 70-х годов, которые подписаны всеми там государствами, гарантированной Конституциями, гарантированной всеми основными документами. Какой-то закон, приказ, указ не может отменить Конституцию. Вы хотя бы эту Конституцию читаете, господа, гаранты Конституции. А как вы думаете, с какой целью? Ну, кто? То есть мы можем догадываться, под кем ходит наш Путин, там, и ваши, и все, да? То есть это мировая финансовая элита. Ну, это предположение, но мне кажется, что с большой долей вероятности. Вот эти вот 11 банков, которые учредили ФРС, вот эти люди... 12. 12. Или 12, да. То есть в руках этих людей находятся те самые ресурсы, при помощи которых они могут просто отдавать команды, там, Путину и всей этой нашей, и вашей, как бы, элите, в кавычках, да? Какую цель они ставят перед собой? Загнать нас в Средневековье, в крепостное право или что? Вот цель, конечная цель всей этой мерзости, которая происходит сегодня и сейчас. Я вам отвечу нестандартным образом, чтобы не сказать декларативно, хотя народ, я думаю, должен сам догадаться об ответе. Я его не скрываю. Я хочу просто доказать, а не просто сказать. Сказал, показал, доказал. Вот я люблю примерно такую очередность. Во-первых, я считаю, что этот вирус а, недоделанный, б, не специально выпущенный, а не своевременно, как фальстарт, он просочился. Почему я так считаю? Потому что все доделанные предыдущие вирусы, которые делались на этой же основе, МЕРС, САРС, они имели нормальные с точки зрения смертности и эффективности, с точки зрения биотерроризма, проценты, скажем так, губительные свои способности 10, 12, 15, 30, 40 и выше. У этого, вообще-то, не дотягивает вообще ни до что. И приходится подключать медийную истерию. Во-вторых, почему я считаю, что американцы не просто при чем, но это надо уточнить, какие именно американцы. Потому что нет такого понятия, как американцы, есть уже две противоборствующие клановые группировки, которые сражаются на жизни, на смерти, на смерти, на срочную смерть не только в Америке, но и по всему миру. И одной из этих группировок, которая представлена нынешним американским президентом Дональдом Фредеричем Трампом, это архи-невыгодно, это удар, это нападение на его репутацию, на его возможности перед президентской кампанией 2020 года. Больше 90% биотехнологических компаний мира сосредоточены не просто в Америке, а в Калифорнии. И причем не просто в Калифорнии, но там рядом с Силициевой долиной, потому что 2005-2007 год уже началось, уже давным-давно произошло слияние трех технологий. Нанотехнологии, биотехнологии и компьютерных технологий, компьютерное программирование с квантовыми компьютерами, которые умножают в сотни раз производительность, скорость процессов и всего остального. Это демоническое слияние, перед которым ядерная бомба это пионерская рогатка, не более того. Да, они находятся там и они этим работают, но опять же, почти все из этих калифорнийских биотехнологических компаний имеют исследовательские центры и производственные центры не в Калифорнии, а именно в Китае. Почему? Потому что законодательство штата Калифорнии запрещает опыты им даже лабораторными животными, мышками, крысами, хомячками и так далее и тому подобное, морскими свинками запрещено. Значит, для того, чтобы мы что-то изучали, что-то сделали, нам нужна действительная база и территория, где юрисдикция этого не запрещает. Какая это территория, это территория Китая. Это объясняет, почему там есть американское участие, сейчас я объясню, почему, на мой взгляд, американцы, в смысле нынешней американской правящей верхушки Дональда Фредерича Трампа в скобках изоляционисты к этому либо ни при чем, либо это им остро не выгодно. Потому что, когда это произошло в городе Ухани, город Ухан находится примерно в географическом центре густонаселенной части Китая, не географического Китая, потому что только правая половина Китая это 96% населения, левая там 4% населения и примерно в этом географическом центре. Это огромная конгломерация, 12 миллионов населения всего города Ухань и 7,5 миллиона соседнего города, которые они практически в агломерационном слиянии. Это означает 21 миллион населения. Это пятое по величине город в Китае. Напомню только, что Пекин это 20 миллионов. То есть, это не маленький город, это не какой-то городишек. Раз это было выпущено, вернее, выпущено, а я считаю, из-за халатности несвоевременно, это правда было нечаянно выпущено там, в Ухане, это заблокировало 40% из китайской экономики. Почему я считаю, что Америке, вернее, Дональду Фредовичу Трампу, это сейчас остро невыгодно. Потому что Дональд Фредович Трамп поставил в своих целях и публично многократно их озвучил. Я сделал Америку еще раз великой, я верну индустрию в Америке, я реиндустриализирую Америку, я верну промышленную мощь Америки. Если это произошло бы в моменте, когда Дональд Фредович Трамп, во-первых, запустил реиндустриализацию, она там не запущена, произведена уже американская продукция, которая заведомо, естественно, дороже, чем китайская, и тогда уже нужно, скажем так, опустить Китай, то тогда я бы сказал, да, американцы 100% при чем. Но сейчас даже оставшиеся ошметки американской промышленной индустрии работают на китайские сырья, на китайские там, заготовки, на китайские субпродукты. И вот эта 40% блокада китайского производства на полтора-два месяца принесла Америке ужасные убытки, ужасный напряг. В целях Дональда Фредовича Трампа в скобках изоляционистов это было невыгодно, поэтому, если говорить об этой Америке, эта Америка тоже пострадала, естественно, меньше, чем все остальные, но им это сейчас невыгодно, поэтому я считаю их неответственными за этот процесс. Но, несмотря вот этой, скажем так, медицинской незначительностью вот этого вируса нагнеталась дикая медийная истерия, которая сделала из мухи слона. Они сделали из мухи слона почему? Потому что те же самые противники Дональда Фредовича Трампа, которые в 2016-2017 году, особенно после инаугурации в конце января 2017 года, где-то примерно к апрелю, к маю, к июню, они стали кричать и всех своих медийных рупоров, что мы каждый день заставим тебя оправдываться, обороняться от обвинений в импичменте, что действительно было сделано, и мы сделаем так, что к 2020 году будет срыв фондовых бирж, так, чтобы ты не смог пройти эти выборы. Во-первых, во время президентской кампании Дональда Фредовича Трампа в 2016 году все СМИ, глобальные СМИ и американские СМИ были против него, за исключением одной, которая держала себя более-менее приличной фокс-ньюс, фокс-ньюс, да, во-вторых, те же самые СМИ сейчас кричат на весь мир, и в-третьих, смотрите, каков результат как раз именно того, что проходит под кодовым названием спецоперация COVID-19, это было с 15 по 25 марта резня Бойна, фондовых бирж и фондовые индексы обрушивались десятками процентами в день, то есть, если они об этом заявили, и они об этом сделали, то есть, есть совпадение не просто кому это выгодно, но есть совпадение кому это возможно, более того, тот же самый, скажем так, коллективный субъект об этом сказал, уточнил время, когда он это сделает, мы просто не знали, что они будут использовать какой-то вирус для оправдания, потому что у человека, у обычного обывателя нет электронного микроскопа дома, сказали ему, что есть вирус, и он уже пукается своей тенью, ну, везде может быть этот вирус, это ужасно, это страшно, Голливуд в этом плане тоже народ накачал, поэтому сейчас интересный вопрос в том, зачем это сделано, самое главное то, о чем вы говорите, а вы посмотрите, из этого процесса, назовем это так, какие страны заведомо идут с лучшей подготовкой, с лучшими возможностями выжить, сразу говорю, что это страны, у которых есть собственный финансовый эмиссионный центр, который никому ни в чем никак не отчитывается, то есть, у США это и есть федеральная резервная система, хотя до недавних порах Соединенных Штатов Америки были собственности федеральной резервной системы, но полтора недели назад Дональд Фредович Трамп говорил, я буду национализировать федеральную резервную систему, и он уже действительно пытается это сделать, я понимаю, что Джон Феджерол Кеннеди за меньше, чем Дональд Фредович Трамп попрощался с южней прилюдно, причем так показательно, но раз он это сказал, он это делает, Дональд Фредович Трамп я имею ввиду, во-вторых, у Великобритании, а в скобках у Британской империи, потому что Commonwealth это 52 государства, 2.4 миллиарда населения, есть собственный Банк of England, который оперирует подобно как федеральная резервная система с 1694 года, печатаем бумажные денежки без никакого покрытия, без никакого обеспечения, мы и сами решаем, что нам нужно, есть собственный миссионный центр у Японии, хотя он под контроль американцам, есть собственный финансово-эмиссионный центр и у Германии, потому что Европейский Центральный Банк находится на территории фюрисдикции Германии, хотя Германия военно-оккупированная и внешнеуправляемая страна, но они будут последние, которые, скажем так, им денег будет не хватать, есть собственный финансово-эмиссионный центр у Китая, есть собственный финансово-эмиссионный центр у Ирана, есть собственный финансово-эмиссионный центр у Швейцарии, про Израиля даже говорить, Не будем там все понятно и без слов. То есть вот эти страны, либо те, которые подсоединены шлангами к ним, в зависимости от степенного, скажем так, подсоединения, у них гарантирован этот переход, выражаясь обычными такими простыми цифрами. Если цена этого перехода это 500 условных единиц, у нас, восточноевропейцев, есть 100 или 50, а у тех, которые там находятся, скажем так, подсоединены к своему финансово-эмиссионному центру, есть тысячи, а могут напечатать 10-20 тысяч. Это им решать. Цена перехода такова, что для того, чтобы нам выжить, если они позволят, чтобы мы выжили, мы должны что-то не продать, а заложить, потому что продать уже больше нечего. А заложить-то что? А заложить то, что последнее, что не продано и не заложено. Дом, домик, небольшой участок, 6 соток. Если нам нужно пройти через это, мы должны это заложить. Если мы это закладываем, для того, чтобы получить недостающие 400 условных единиц для перехода через этот процесс, они получат нас не за дешево, а за бесплатные, и мы все равно останемся должны. То есть идет глобальная спецоперация с этим названием, которое было запущено. Именно поэтому все административные главы, особенно самые подчиненные, сразу подключились. Кто-то на недельку позже, кто-то на недельку раньше. Но, в принципе, меньше, чем за месяц. То же самое происходит, как весной, вернее, не весной, а осенью 1989 года. Восточно-европейские социалистические руководства стали рушиться. В рамках одного месяца все было решено. После того, как Горбачев подписал там на Мальте. Все было решено. Здесь сейчас происходит удивительная синхронизация по времени. Но, еще раз, заведомо одни из этих ребят смогут пройти через этот курс, через эти ограничения, которые либо им не нравятся, либо им накладывают. Но у них есть возможности перехода. У них есть социальная подложка. Им говорят, вы прекращаете ваш бизнес, ну вот вам компенсации 60-70, 70-80 процентов из заработной платы. Мы вам даем помощь, мы вам даем еду, мы организуем все социальные, скажем так, амортизаторы. Мы даем социальные гарантии. Мы не просто на словах, мы это делаем. И эти государства это делают, и люди получают. Дональд Фредеридж Трамп встал перед микрофонами с Стивеном Мнучином, с финансовым министром Америки, и сказал каждому американцу по чеку на тысячи долларов. Каждому американцу это означает и ребенку, который родился пять минут назад, и старику, который через пять минут помрет. Помрет. Каждому. Что такое тысячи долларов? Причем тысячи долларов не купюрами, не Федеральная резервная. Он сказал чек. Потому что чек, мы это решаем указом, даже не спрашивая Федеральную резервную систему. Но что делает американец с этими тысячами долларов? Он идет в магазин. Магазин сохраняет свою деятельность. Магазин дает заявку на производство. Производство сохраняется, рабочие места сохраняются. Что происходит в России? Что происходит в Болгарии? Нам говорят, вы прекращаете свои приходы, но мы вам сохраняем ваши расходы. И нам наплевать, как вы через это выйдете, вообще выйдете ли. И мы ответственность себя как ни брали, так и снимаем. И так вообще-то пусть губернаторы решают. Либо мэр Москвы, либо какой-то другой, неважно какой. Никто за это не отвечает. Мало того, что это противозаконно, но штрафы введите ли, будем накладывать со всей жесткости закона. Раз ты остановил у человека приходы, сохранил расходы, сколько по времени он может продвинуть? Он сказал, я даю вам месяц на 60% оплаченный отпуск. Это ты кому даешь? Ты даешь это госслужащим, да. Если ты государство, ты можешь отвечать за свои слова, и им, госслужащим, можешь. А тем людям, которые в частном бизнесе. Ты что говоришь? Работодатель. Владелец компании, гендиректор. Мы даем 60%, вернее, ты даешь 60%. А откуда ты их возьмешь, это нас не интересует. А что он может сделать? Он может сделать две вещи. Он может пойти в банк, дополнительный кредит, на худшие условия, естественно. И что? Либо освободить этих работников, что и делается. Как можно противостоять всем этим планам? То есть, я так понимаю, что планы – это просто забрать у нас последнее, сделать нищими, крепостными, бесправными. То есть, вернуть Россию, которую потерял Говорухин. Да, вот для большинства населения. Как этому можно противостоять? Знаете, вам не понравится то, что я скажу. Мне тоже не нравится. И мне наплевать, что за комментарии будут потом под роликом. Но я именно так считаю. Пока кто-то меня не опровергнет, либо события не докажут что-то другое. Есть три цели, которые преследуются этим глобальным проектом, потому что этот проект не направлен против России. Не из-за того, что Владимир Владимирович хотел сделать конституционные там реформы и всякое такое. Нет, мир крутится не около России, хотя территориально она большая, а эта операция, она именно глобальная. Есть три цели. Причем они были озвучены, причем они говорили публично, правда, на специализированных источниках. Правда, десятилетиями. Именно поскольку они начали эти разговоры с 1973-1975 года на академическом уровне, потом это прошло на каком-то закрытом уровне, там Бильдерберге, там разные трилатеральные комиссии, там Клуб 300, там всякие такие, Евские клубы иллюминаты и так далее. А потом стали об этом говорить царственные коронованные особые, потом об этом стали говорить и политики. Но разговор-то шел с 70-х годов, то есть это почти 50 лет. Ну, меньше 50, конечно, ну, давно. И народ уже думает, что, во-первых, это теория конспирации, во-вторых, это откладывается на какое-то неизвестное будущее, в-третьих, ну, меня это не коснется. Это та же самая ситуация в уменьшенном сценарии, которая произошла в Украине с ноября 2013 года по апрель 2014. Когда Майдан стал вообще-то бузить в ноябре, эти ребята в Донецке и в Луганске говорили, нас это не касается, у нас работа, у нас забой, мы делаем свои нормы. Это в Киеве, им это не впервые, они как-то сами там разрешают вопрос. Потом пришел январь, стали гореть в Беркуте, стали вообще-то стычки, стали людей убивать, стали много чего страшного, ужасного, наглядного творить. В Донецке и в Луганске тоже говорили, нас это не касается, это они там, пусть там побузят, они там разберутся. Потом пришел февраль, 18-21 февраль, когда небесные сотни, когда убивали и тех, и других, когда переворот, когда вообще-то Янукович спасался бегством и так далее, они все равно говорили, нас это не касается. Потом пришел март, 18 марта, воссоединение Крыма с Россией, потому что поезда дружбы стали проходить в Крым, крымчане уже стали понимать, о чем речь идет, они сказали нам с этими дикарями вообще-то не надо, и мы хотим жить, и мы хотим безопасности, поэтому мы возвращаемся к России. Вот Донецке и в Луганске, все еще они говорили, ну да, что-то так здесь рядом, ну ничего особенного. А потом пришел апрель, когда стали убивать их детишек, и части тел их детишек висели на их оградах, тогда они уже поняли, взяли за оружием, стали самоорганизоваться, стали обороняться, стали воевать, стали побеждать, и тогда уже все получилось по-другому. Сейчас, к сожалению, будет то же самое, потому что есть три глобальные цели, которые, если сейчас заведомо, уже отвечая на ваш первый вопрос, надеюсь, что только что изложил более-менее какую-то познавательную доказательственную часть, почему я так считаю, есть три глобальные цели, которые давным-давно озвучивались, и которые сейчас уже начали применяться, 22 июня 1941 год уже прошел, прошел буквально неделю назад, две недели назад, недели-две недели, кому как. То есть уже война Великой Отечественной для каждого, не только для России, началась. Почему? Потому что цель номер один, это глобальная, это не региональная цель, поменять валютную систему мира, поменять петрольный нефтяной доллар на цифровые биткоины, цифровые валюты, но с физическим банковским золотом, с обеспечением физическим банковским золотом. Это опыт реванша, очень условно грубянски выражаясь, коллективного ротчилида, очень грубянски выражаясь, изоляционистов. Цель номер два, поменять энергетическую систему мира. Пока это нефть, газ и атомные электроэнергии. Сейчас это уже должно быть, во-первых, энергия Николя Теслы, во-вторых, холодно-ядерный синтез. Компания Lockheed Martin уже примерно 3-4 недели назад анонсировала, что у них уже с технической готовностью в этом плане все в порядке. Если Lockheed Martin об этом официально говорит, это означает, что они давным-давно над этим работают. Это тоже война, причем тоже глобальная. Цель номер три, совершенно новый мировой порядок, который должен быть мир макрорегионов, управляемых, контролируемых как больших феодальных поместий. Макрорегион Россия, макрорегион Африка, макрорегион Китай, Индия, Европа, Латинская Америка и так далее. Но для выполнения этой цели номер три, население Земли должно сокращаться с 7,5 до 1,5 миллиарда людей. Причем, если это попытаться сделать путем войны, все начинают, когда им говорят о сокращении населения, говорят, ага, война. Да, но не такая, которая была раньше. Потому что Вторая мировая война, вся объединенная Европа, все объединенные тогдашние НАТО, причем с внешней дополнительной помощью, попыталась уничтожить Советский Союз. 270 миллионов населения уничтожили, 27 миллионов людей. 10% мало, недостаточно. Разрушений много, расходов много, крови много, скажем так, мировой реакции много. Отвратительно, некрасиво. Мы должны дрессировать этих людей, чтобы они сами стали слушаться, чтобы они сами стали выкапывать гробы, чтобы они сами стали их заказывать, чтобы они сами стали их платить. Они сами прыгали в своих гробах и сами умирали за свой счет. И таким образом мир станет чище, проще и легче. Задача звучит абсурдной. 50 лет назад, если даже это попало бы в книжках, стали бы называть не научной фантастикой, 30 лет назад стали бы называть научной фантастикой. А сегодня это уже окно Абертона, которое работает около нас, потому что вы смотрите через окошко вашего дома и видите люди в наморниках, без коротких поводков, которые оглядываются, которые боятся, которые слушаются, которые во всем уже полностью готовы, оскотинившиеся бывшие народы. Народ в прошлом, в прошлом времени. Есть тоненькая прослойка людей, все еще соображающие, все еще понимающие, которые кричали годами, что такое. Годами, кричали, криком, да. Да, да, криком души и всех возможных щелей. Но эти слушали зомби-визора, они слушали не холодильника, а слушали телека и в конце концов получили как раз именно то, что может быть даже и хотели, я не знаю. Поэтому, если вы меня спрашиваете... Ярмо с грибушками да бич, как Пушкин писал. Да, классики есть классики, но то они классики, что временем они абсолютно неподвластны. Поэтому сейчас будет... Великая Отечественная война, но в другом сценарии. Если появятся достаточно зрелые, умные, отрешенные большевики 21 века, не только в России, ну, с импульсом самоорганизации, с импульсом понимания, не просто жертва готовности, потому что войны выигрываются не героически погибшими солдатами, а солдатами, которые выжили, победили, построили мир лучше, чем был до этого. Вот такие солдаты нужны, не просто отрешенные, а именно готовые побеждать, а побеждать можно только умом и знанием. То есть, если это будет понятно, то тогда сразу начинаем понимать, ага, значит, эти дичайшие меры принимают в России. Значит, это не наше правительство, это их правительство, чужаков, врагов. Это условного коллективного КОХа в Минске. Просто КОХ не в Минске, а уже в Кремле. Они сделали то же самое в Украине, там та же самая ситуация. Где осталось последний Советский Союз? Видимо, в Минске. Видимо, Александр Георгиевич Лукашенко. Что он делает? Он делает то, что велит здравый разум и государственное мышление, государственная державническая ответственность. Он говорит, да, повышенные меры осторожности, да, для нас это ОРВИ, да, мы точечно будем реагировать и аккуратненько, но наши стадионы полны, чемпионат мира проводим, магазины полны, предприятия полны, киноконцертные залы полны. Мы убивать свою экономику ради какой-то чушь собачью, которую вы вообще-то не понимаете, зачем стали самовредительствовать, мы не будем. Посмотрим, насколько по времени он протянет. Но самое главное, поймите, что собака зарыта, даже в тех странах, где якобы, для видимости, соблюдается какое-то подобное самоограничение, не выходить на улицы, надевать намордники, всякое такое, но у этих стран есть социальная подложка. И эта подложка, как лодка, гарантирует им переход на другой берег. А для нас, которые тоже соблюдают те же самые меры, которые наши марионеточные руководства нам наложили, переход на другой берег только пешком через реку, чтобы утонуть, и течение унесло. У них есть лодка, а у нас ничего нет. И в этом соучастничает не только правительство, не только руководство, соучастничает титаническое, выведенное, разработанное, произведенное в невидимых масштабах человеческой глупости. Глупость, которую произвел телек, произвела колониальная дерационализация путем средств массовой рекламы, агитации, дезинформации, смрад, и путем системы дезобразования, которая 30 лет подконтрольна именно условному, а точнее безусловному врагу, который уже завоевывал нашу большую родину. Спасибо, Пламин. Очень большое спасибо вам, за очень подробную и развернутый анализ всей этой ситуации. Я очень надеюсь, что ваши мысли, ваш анализ пробудит в русскоязычном сегменте нашей планеты правильные мысли и приведет к правильным действиям. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин